Приветствую вас, давайте разберем вас. Вопрос, разбирая свои мысли, я заметил этот факт, что в детстве мне казалось, что меня особо не замечали, или я сама хотел не выделяться из-за боязни критики. Но в сознательном возрасте появилось желание послушать о себе. Но я о себе говорить не люблю по причине того, что не хочу казаться самовлюбленным. Я не осознаю, как я выгляжу в глаза других людей, потому что не хочу знать. Выдавить это может отличаться от того, какая я на самом деле. Периодически я представляю, что становлюсь популярной, все обо мне узнают, а не знают, кто я. Я не скромный и тихий, но не понимаю, откуда это чувство желания, всего всего признания, и что с этим делать. Я думаю, что в вашей голове есть ряд. Есть ряд установок, негативных установок, есть ряд, ну, именно вот, есть ряд негативных установок, которые вам мешают и которые вы не можете, как мне кажется, использовать, использовать себе во благо, если можно так выразиться. То есть вы не можете использовать свои ценности, свои убеждения, да, получается, для себя. Это первое. Второе, как мне кажется, вы слишком много думаете о других людях. Ну, как бы, слишком большое значение для вас имеет то, что подумают другие люди. И, соответственно, вы пытаетесь задумывать, как мне кажется, за людей, вы пытаетесь задумывать, за людей, то, что, в общем-то, ну, как бы, не совсем про вас. То есть вы, получается, не полагаетесь на себя, вы слишком много думаете о других, из-за этого, вот, недоверие себе, да, и некоторая такая, может быть, оторванность от себя, от того, какая вы, некоторая оторванность, dasывает ощущение, вот, такой какой-то вот тревожности, да, когда вы таки ощущения, в какой-то такой вот, можно сказать, неуверенности, вот, да, это ощущение, desarrollo с такой какой-то вот, может быть, даже, изолированности от других людей. С другой стороны, хотеть признание, хотеть внимание к себе, с стороны других людей, вполне нормально. Это вполне нормальная история, что вы этого хотите. Просто вопрос в способах, вопрос в формах, которые вы выбираете для того, чтобы этого достичь, для того, чтобы этого добиться. Вот какая здесь, на мой взгляд, штука. И, соответственно, у вас противоречия, и вот это противоречие нужно разрешить вам. Для чего и нужна, собственно говоря, психотерапия. Обращайтесь за помощью, будем рады вам помочь. Всего самого доброго и удачи!